Лорда сэра пера, мое почтение. У меня была мечта купить себе вощеную куртку Барбур. У меня есть куртка Барбур, но она не вощеная. У меня есть вощеные куртки, но они не Барбур. Так что сегодня я приехал в самый главный магазин России, в ГУМе. Магазин Барбур. И мы сейчас пойдем туда и будем выбирать мне куртку. Погнали! Миссия у нас очень важная, так что я думаю, имеет смысл идти через главный вход. Барбур. Нет, это не то. У нас Барбур. Магазин находится на втором этаже, на второй линии. О! Вот это велосипед. Хочу такой. Все, следующая мечта велосипед. Так вот, все, вижу. Вон наш магазин. Значит, для ориентира New Balance следующий магазин Барбур. Ну, New Balance'ов у меня уже много. Кого им удивишь? Так, вот и он. Еще погнали, друзья. Посмотрим, что здесь есть. Так, ну все, мы на месте. Ну, конечно же, естественно, я здесь не на общих основаниях. Я же блогер, поэтому я договорился с Алексеем Рогожиным. Это человек, который больше всех в мире, хотел сказать, ну, остановимся на России. Да. Знает про Барбур. Ну, вообще-то, Барбур. Добрый день. Приятных познакомься. Давайте я вам расскажу, что представлено у нас в магазине. Мужская, женская и также коллекция аксуаров для собак. Для собак? Для собак. Ошейники, поводки, лежанки и также накидки. Вообще, я не знаю, я не знаю зачем-то я принес свою куртку похвастаться, ну, чтобы вы поняли, что я не левый человек. Да, у меня есть куртка Барбур, она стеганая. Единственное, вопрос у меня, то, что это М-ка, я обычно Эльку ношу, почему-то М-ка мне подошла. Это нормальная ситуация, учитывая, что у вас модель из классической коллекции, она немного большимерит. Еще я знаю, что три герба, это говорит о том, что это уже новое время. Не когда-то давно, это не винтаж, это один герб, это Елизавета II, второй герб принц Филипп, третий это принц Чарльз, принц Уэльский. Уэльский, да, все правильно. Соответственно, награды они начали получать с 76-го, и каждый такой золотой патент давался за пятилетний обслуживатель королевской семьи. Если, соответственно, семье все нравилось, вот, награда. И так было на протяжении 15 лет, и закончилось в конце 80-х. Да, с 76-го по конец 80-х. Я думаю, что если мне вощеная куртка понравится, а скорее всего она мне понравится, я здесь нарисую новый герб, пронин герб. Отличная идея. Так, у нас, так как это весенняя и летняя коллекция, то у нас представлены и футболки, и пола, и также рубашки с коротким рукавом, и это все сочетается, в том числе, с хлопковыми куртками. Это прикольно. А она вощеная? Нет, это полностью хлопковая, не вощеная, но при этом здесь есть винтажная обработка, то есть, если ее пощупать, как будто она была вощеная и потеряла все свои свойства. А ее можно на вощить потом? Нет, потому что должна быть парафиновая основа, на которой уже ложится воск. Здесь, скажем так, именно винтажная история. Она приятна, она будет создаваться вот такие заломы, ну, вот, в этих местах, и это будет смотреться прям по-настоящему. Видите, мне вот нравятся такие вещи. При этом есть аналоги, это уже повседневная хлопковая куртка, тоже идет без подкладки. То есть, можно практически со всем чем угодно сочетать ночные джинсы и заканчивая шортами. Внизу на резинке удобная штука. Ого! Валентина, тут тебе привет передают, какой веселье день. Да, без брюк чина никуда. Потому что есть много мест. Брюки лучше, чем жена, потому что есть много мест, куда можно пойти без жены, но совсем нет мест, куда можно пойти без брюк. Да, тут классический прямой крой. Внутри представлена сезонная клетка тортан. То есть, если мы рассмотрим модели осени-зимы, там будет уже зеленая клетка представлена. И при этом есть несколько расцветок, начиная с темно-синим, зеленым, ну, соответственно, таким более привычным оттенком. Да, традиционные цвета для барбру это оттенки оливкового, коричневого и темно-синего. Но при этом, так как сейчас лето, есть и достаточно яркие модели. То есть, например, также привычная нам клетка тортан, но которую сделали более яркой. Барбуро тортан – это прям синонимы. А почему они ее так любят? Бренд, скажем так, изначально шотландский. Ну, то есть, вообще Барбуро – это фамилия. Это семья, которая руководит, занимается брендом уже 5-е поколение. Началось все с Джона Барбуро. И первая такая официальная дата бренда – 1794 год. Шотландия входит в состав Англии, то многие говорят, что это английский бренд, хотя по факту он шотландский. Ты отсюда связь? Да даже, по-моему, они назывались как-то иначе. Просто я тоже готовился к предыдущему ролику, я записывал про вощеные куртки. Я знаю, что они делали одежду для рыбаков. Да, абсолютно верно. Для защиты. Тогда не было резины, и они вощили. Они, в принципе, взяли это от парусов. Да, да, да. Была промасленная парусина. Там масло было и не хлопок, а что-то другое. Да, но там было такое очень плотное сукно. И изначально бренд до 1894 года, Джон Барбер, делали экипировку для как раз моряков и охотников. И потом появилась идея, что ту же самую технологию можно перенести на одежду. Это история. Это именно история. Потому что, конечно, сейчас есть другие современные материалы. Но у этих материалов нет такой истории. У них нет королевской семьи, нет столько приверженцев. До такой одежды нужно дорасти. Да, но раз мы перешли к вощеным курткам, я предлагаю про них и поговорить. Алексей, для того, чтобы мне купить самую крутую куртку Барбур, для меня конкретно, я тебя прошу, покажи мне все куртки, расскажи, в чем их преимущества и недостатки. Я попробую сделать выбор. С удовольствием. Начнем, пожалуй, с куртки Bofford. Она, как и модель B-Dale, появилась в середине 80-х годов. Сделана специально для королевской семьи, для того, чтобы они могли с комфортом охотиться. Что здесь интересно? То есть, например, обычно как на куртках сделан внутренний карман. Нужно ее полностью расстегнуть, соответственно, залезть внутрь. Да, и если это дождь, промолкнет, соответственно. Здесь обыграли уже по-другому. Мы ее просто приоткрываем, и все. И нам не нужно... Туда документы. Да, да. И все. Карман достаточно большой. Идеально. Один из акцентов овощеных курток классических является бегунок. Здесь он сделан под большой палец, чтобы в любую непогоду можно было с комфортом открыть модель. У каждого цвета овощеные куртки, то есть, например, этот цвет Sage, этот темно-зеленый идет Ancient Tartan. Если мы берем оливковый, там идет Classic Tartan. И так с каждым цветом идет обыгрывка шотландской клеткой. Что я здесь вижу? Вот удачная вентиляция, да, подмышка сделана? Это хорошо. Но, кстати, я не вижу здесь внутренних карманов. Их не бывает? У этой модели нет карман, который мы рассматривали. Основной, скажем так, фишкой этой модели является сквозной карман для дичи сзади. Как ты сказал, для дичи? Для дичи. Это карман для моей Валентины. Отлично. Я думаю, что тут достаточно много поместится. Опа. Здесь мы как раз видим, что она немного удлиненная. А вот рукава короткие. Да, у модели Boffert и B-Dayl рукав немного укороченный для того, чтобы, когда вы на охоте и скидываете ружье, рукав вам не мешал. Мне об этом Макс рассказывал и смотрит шопа. Я думал, он меня хотел обмануть. Оказывается, правду говорил. Короткие рукава – это то, что надо. Да, и для того, чтобы рукав был зафиксирован, все-таки внутри есть скрытый манжет на липучке. Ага, вот мы видели. Тем более, если вы надеваете эту модель с пиджаком, твидовым, то есть идете, скажем так, на классическую английскую охоту. То есть у вас сапоги, брюки, твидовый пиджак, то как раз элементы, они все выглядят с-под кодки. А, и это должно быть. Потому что по классике, наоборот, верхняя одежда, она всегда закрывает. А это вот самое исключение. Да, да. Не знал. Реально не знал. Цвет классный. Она овощеная, да? Да, овощеная. Это классическое овощение. Шесть унций. Это тяжелый, считается? Да, есть еще тяжелее. Это восемь унций. Но таких моделей все реже и реже появляется, потому что они были ближе во времена, когда, скажем так, была экипировка для военных, как модель Урсула, которая была сделана для подводников. И также более специализированные вещи. Все-таки это нужно носить практически каждый день в соответствующий сезон. Да, и в восемь унций это все достаточно тяжело. Ну, я скажу, она и так достаточно тяжелая. То есть шесть унцовая куртка, она покажется вам достаточно суровой. Вторая модель, они появились практически в одно время. Это BDL. Как раз она представлена в оливковом цвете. И здесь под кладку уже идет Classic Tartan. Ключевое отличие, если та модель была сделана для охоты на уток, на болоте, в резиновых высоких сапогах, то она удлиненная, чтобы складывать, то здесь, наоборот, это конная охота, поэтому сзади мы видим шлицки. И также рукав сделан с манжетом, чтобы... С трикотажным манжетом. Да, да. Так, по размеру это XS. Нет, наверное... Ну, ладно, надену. Ну, чтобы вы посмотрели. Все для вас. К лицу, все к лицу. Хорош я? Рукава еще короче. Но это не мой размер. Но цвет и фасон мне нравятся. Вот, и как раз здесь уже классический карман. А, вот в этот карман я, знаете, что положу? Перочинный ножик. Все. У этой модели есть еще главное преимущество. Какое? Воротник можно поднять. Так. Зафиксировать. Специальная планка, которая находится здесь. И, соответственно, ничего не продует. То есть, все максимально сохранится в комфорте. Ну, вот, видите. Класс. Ну, и как у всех классических моделей, то, что вот вы показали, можно пристегнуть отдельно капюшон. И также есть сезонные подстежки. Капюшон мне нужен. Капюшон мне нужен. А он с проволочкой? Да, с проволочкой. Как раз вы можете сделать форму, которая удобна для вас. Мне нужен капюшон с проволочкой. А у вас есть они? Да, у нас есть. Мы, правда, посмотрим в другом цвете. Вот это цвет рустик. Это тоже один из классических оттенков. И у него соответствующая клетка. Ну, вот, выглядеть это будет примерно так. И я могу сделать любой вид капюшона. Там, кокошник. Заполярный. Рыбак. Не, Юрий Дудь. Следующая куртка. Да, следующие куртки. Это, соответственно, модель Эшби и модель Бристель. Крайне популярные среди поклонников бренда. Если прошлые модели были сделаны для охоты, то здесь это уже городской стиль. Сейчас, подожди. Найдите пять отличий. Я пока Алексей мне не рассказал, вот сейчас вот не расскажет, я вообще не могу отличить одну от другой куртки. Но вот я вижу, что здесь заклепки видно, здесь заклепки в цвет. Но вся соль всегда в детали. Так что давай, порассказывай. Так, как раз хорошо, что обратили внимание. Здесь фурнитура уже не обработана. То есть не носена краска. Итак, на Эшби у нас не носена краска на фурнитуру. Короче, на Эшби заклепки без краски. Да, без краски они не обработаны. То есть металл не обработан. А вот здесь? Да, они идут в тон к цвету. Здесь клепки скрыты, здесь, соответственно, они сверху. То есть тоже не прикрытые. Модель Эшби короче, бристоль длиннее. И также, в чем их ключевое отличие от моделей, которые мы рассматривали до этого, Бидейл и Бофор, то, что они уже приталенные. У них классическая длина рукава. Вот даже если мы посмотрим, внутри он уже сделан с вельветовой подкладкой. И также отличие, которое присутствует у моделей, это то, что у модели бристоль шлицы к сзади нет. И при этом она длиннее. А модель Эшби, она короче. Удобно. А эта шлица, она с перепонкой. То есть она не будет у вас расходиться, даже если расстегнута. Здесь все равно есть такая перепонка удобная. Со шлицей, мне кажется, удобнее, например, где-то за рулем. А, кстати говоря, вот эта вся вакса, она на салоне автомобиля оседает или нет? По ваксе, если это классический воск, то есть с использованием масла, желательно первые две недели все-таки в салоне в нем не находиться, то есть снимать куртку. Также сумки, рюкзаки, светлые вещи, тоже первые две недели стараться, чтобы они не соприкасались, потому что потом излишки воска уходят, и она становится более матовой. То есть цвет немного меняется, и с каждым годом она становится более винтажной, интересной по цвету. Я представляю комментарии. Первый тип комментариев. Да что ты нам предлагаешь? Куртка, в которой нельзя ездить на машине, которую нужно воском покрывать. Зачем она нам нужна? И второй тип комментариев. О, круто, Гриш, ну мы ждали, когда же Барбур будет на канале. Это вообще то, что нам надо. Я говорю, это вещи на любителя. Это вот, ну, либо любят, либо ненавидят. Без реакции точно никого не оставят. Вот, можно сравнить и попробовать, как поликалом отличается уже модель. То есть, также размер М, модель Эшби. На модели сезонная куртка Эшби. Мы видим, что она уже приталена силуэта. Она сильно приталена силуэта. Да, при этом до этого мы также мерили М размер. И, соответственно, длина рукава даже на размере М, который, я думаю, все-таки Л надо попробовать, уже отличается. Да, здесь рукава нормальные. То есть, я не чувствую, что у меня рукава малые. Даже можно сделать отворот, чтобы было видно вельвет. Ой, классно. Так, в общем, она приталенная. Давай попробуем померить вторую куртку. Как раз исправляемся. Размер L и модель Бристоль. Да, вот это мой размерчик. Да, по длине от Эшби она сильно отличается. Тут понятно, что это один размер разницы, да? Но все равно длина... Нет, она длиннее, и она ближе к той моей идеальной куртке Барбару, которую я хочу. Мне именно такую вот хочется, чтобы даже можно было, если что, надеть на пиджак, и чувствую себя так вот расслабленно. Да. Несмотря на то, что здесь нет шлиц, все равно мне вот... Ну, возможно, это из-за размера, и длина мне здесь больше нравится. Да, ну и так же, как и в классических моделях, сохранились нагрудные карманы. А, они классные, удобные. Есть еще много моделей, о которых я бы хотел с удовольствием рассказать и показать. Леш, давай так, покажи нам что-то очень интересное в единичном экземпляре. А если подписчики захотят еще полезные ролики из магазина Барбару, пожалуйста, пишите в комментариях. Я думаю, нам Алексей не откажет. Да, есть такие модели, и я хотел бы уйти от мужских и перейти к женским, потому что женские также есть, и они прекрасны. Вот. Одна из уникальных моделей, модель Боффорд. Мы ее рассматривали в мужском. Смотрите. Да, здесь она переделана к 125-летию. Это Пата называется, да? Да. У принцессы Дианы не было такой случайно? Ну, на тот момент у нее, если не ошибалась, был как раз модель Даром и Боффорд, но не переизданный, потому что здесь уже использованы другие элементы, то есть клетку изменили, добавили вместо вельвета велюр, ну и вообще она такая достаточно женственная. То есть она винтажная, да, получается? Да, это коллекционное издание. Велюр, трикотаж, вощеный хлопок, вот это вот золото, ну это медь, наверное, но блестит как золото. Мне кажется, это должны девушки оценить, женская часть аудитории, но я бы вот для своей супруги хотел бы такую коробку. Вот. Поэтому остались элементы, которые были использованы в классических моделях. Это как планка, которая закрывает ворот, когда он поднят. А там я видел. Да, Б, вышивка, барбар. Да, и также сквозной карман. Он тут более аккуратный. Ну и также тут все поместится. А вот это вот смотрите, это как селвиш на джинсах самурай Деним. У них как катана, ну в Японии, да, а здесь я не знаю почему, но нечто похожее, но золото. Классно. Я такой ткани даже не видел никогда. Тартан, чтобы с золотом был. Вот написано. Да, 125 лет. 125 лет. Огонь. А это что такое? Вот как раз давайте я сейчас расскажу про культуру овощенных курток и уход за ними. Это мыло что ли? Это сухой воск. Да? Сейчас посмотрим. Это как это? Это как? А можно ремень посмотреть? Да я в это не дотянусь. Да я пошутил. Я хотел посмотреть, как ты через отверстие будешь доставать. Да, действительно, давайте поговорим про воск, что это такое, как это вощите и вообще зачем это нужно. Рассказывай, Алексей. Так, вот это мыло, скажем так, которое, точнее, похоже на мыло. Да, это воск 4 унции, воск, который не использует масло. Поэтому, когда вы повторно вощите, вы натираете модель и потом феном разгоняете. То есть, ничего растапливать, как здесь, не нужно. Любую куртку можно этим обрабатывать? Или есть два типа с сухим воском и с мокрым? Да, есть как раз два типа воска, точнее, два типа курток. Это облегченные, я сейчас вам покажу. Мы можем здесь сравнить, насколько у них фактура отличается. Здесь уже нет масла, она легче и сама ткань как будто немного винтажная, немного с небольшими заломами. Вот, мне кажется, у меня как раз одна куртка вот такая, а вторая вот такая. Соответственно, если мы сами вощим, то собираем вот такой вот комплект. А самому вообще, насколько целесообразно самому вощить? Или лучше кому-то отдать? Вам можно отдать? Да, у нас есть сервисный центр, который занимается и чисткой, и вощением, и в том числе восстановлением курток. То есть, если вы ее случайно постирали, об этом я сейчас еще расскажу, или она у вас условно на даче была 10 лет и требуется с ней какая-то дополнительная работа. А во столько барбур можно принести в вощеную куртку? Нет, также можно остальные бренды, которые используют подобные технологии. Круто. И если, отвечая на вопрос, да, можно ли делать это самому? Можно. Единственное, что процесс, он такой достаточно медитативный, но если вы привыкли, скажем так, все делать руками, то это не проблема. Принцип здесь достаточно несложный, скажем так. Вы сначала куртку очищаете. То есть, изнутри, снаружи. Можно как раз убрать грязь излишки воска, просто поместив ее под душ, именно под холодную воду, потому что, если вода будет горячая, нити парафина могут, скажем так, испортиться, и ткань будет уже ломкая. Вы очищаете от лишнего, она у вас высыхает, и потом вы кладете воск на водяную баню, и с помощью губки по чуть-чуть кладете, и феном сразу фиксируете. соответственно, обрабатываете клапаны, швы, какие-то скрытые элементы, и потом сутки она у вас сохнет, и можно смело пользоваться. Одной банки хватает на три средних в куртке. Я поймал себя на мысли, что я слушаю, киваю, и уже где-то минуту назад понял, что я сам не буду этого делать, я лучше вам отнесу. По крайней мере, в первый раз и под вашим контролем как-то научиться, и потом уже самому делать. Сейчас Алексей мне сказал по секрету, что есть у него человек, который делает классные мастер-классы по вращению, и если подписчики опять же попросят, то мы запишем это на видео, пойдем в гости, и я вам все расскажу и покажу. Так что, если интересно, пишите комментарии. Да, это очень интересно. Алексей, ну все, я понял, что очень много курток, и мне стало еще сложнее. Я прошу мне дать куртку по нескольким критериям. Первое, карман для дичи. Так, есть. Удлиненная, зеленая, овощенная. Да. Ну, по размеру подберем. Я рекомендую модель Bofford. Как раз в свете Sage. Попробуем с размера 38, он же M. Ну, вот он сидит, я-то еще худею, но не факт, что продолжу. Ну, как? Ну, вот у меня зеркала нет, но вот им все видно. Как считаете? Ну, вот я чувствую, ну, вот рукава, они функциональные, они для того, чтобы можно было стрелять из ружья, но я чувствую, что они, конечно, не нужны. И, не знаю, я бы померил, наверное, чуть побольше. Расцветка прям мне нравится. Угу. Ну, вот. Мне кажется, это то, что надо. А какое здесь овощение? Здесь классическое овощение, 6 унций, то есть, с использованием масла. Вот так. Ну, вот. Ну, все, на какого принца я больше похож? На принца Филиппа или на принца Чарльза? Но они уже, оба, конечно, не комплимент. Гарри. Вот. Гарри. Точно. На Гарри я хочу быть похож. Ну, не знаю, мне кажется, классно. Вот я бы носил и с этими ботинками. Но они, правда, японские. Наверное, я все-таки английскую обувь подберу. Джинсы, возможно, брюки из Твида, возможно, даже и костюм из Твида, с рубашкой, даже с галстуком. Я буду выглядеть очень круто. Но вы все увидите, потому что я буду вас всегда держать в курсе и в Инстаграм, и на Ютубе. Следите, подписывайтесь, ставьте лайки, и все дела. Так, ну, все, я вот это беру. Да, отлично. Спасибо. Ну, и, конечно же, Гриша Пронин пробил скидку в лучшем магазине в овощеных куртах Барбур. И теперь тут действует Пронин Кот. Он действует и в онлайн-магазине, и в магазинах Москвы, и еще в магазинах Екатеринбурга. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Все подробности будут в описании. Я всем рекомендую одежду Барбур. 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 Так, ну, вот такая вот история случилась в этот летний день. У меня новая куртка, Барбур. Я не мечтал. Все супер. Я раскладываю все свои вещи по карманам. Тот самый необычный карман внутренний, тот самый карман для дичи, и, ну, вот, карман для ножичка. Пускай будет так. Мне кажется, очень классный ролик получился. Если у вас какие-то вопросы по Барбуру, задавайте. Ребят, для вас стараюсь. Ну, и мне, конечно, тоже с курткой повезло. Лорда, сэра, перы, мое почтение. Редактор субтитров А.Семкин